Пишет нам Таня, мы говорили с вами о потере близкого человека, и вы сказали, что надо продолжать жить и даже принять это, и что даже есть радости в жизни, несмотря на то, что потерян близкий человек. И вот пишет Таня так, потеряв 25-летнего сына, я как мать могу продолжать жить и радоваться жизни? Это вопрос. Лично для меня жизнь закончилась, просто я существую, никакой радости. Раньше все мои знакомые завидовали, что я такая жизнерадостная. Всегда улыбка, смех. Это все закончилось 5 лет тому назад. Живу и жду свой час встретиться с моим драгоценным сыном. Я думаю, что вы не должны так жить. Вы можете попытаться ощутить его даже сейчас, в таком состоянии, в котором вы находитесь. Это не важно, что вы находитесь в разных мирах. Это значит, что вы просто должны постараться подняться над собой чуть-чуть. И вы начнете ощущать, что это ваша любовь, ваши отношения к сыну, они выводят вас на уровень ощущения его. Ну, это сверхъестественно, но вообще это обычно. Мы просто должны чуть-чуть раздвинуть рамки нашего постижения. А я бы советовал бы еще просто попытаться все-таки, попытаться относиться к людям, как вы относились, и сейчас бы желали относиться к своему сыну. И вы бы увидели, насколько это вам помогает, насколько это реализует вашу невостребованную материнскую любовь. Чтобы вот это вот стояло у человека, да? Да. Вы должны просто взять и заняться какой-то помощью другим. И таким образом вы поможете и себе, и сыну, и преодолеете вот этот барьер, который существует, якобы существует между вами. А барьера вы говорите на самом деле? Нет, никакого барьера. Это только в ваших ощущениях. Вот еще у меня такой вопрос. Если это дается человеку, значит, он может, если захочет, преодолеть этот барьер? Несомненно. Несомненно может. То есть не дается человеку то, что он не может преодолеть? Нет, нет. Человек создан так, что он может достичь своего наивысшего духовного развития, в котором нет преград, и все его желания положительно реализуются.